Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 847. События дня. 1 Коринфян 15.17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. За 9 апреля 2017 года. Сегодня у нас вторник. А вчера, за вчерашний день, понедельник, приехал отец Аким, провел богослужение, осветил здесь все, что принесли. Он все созванивался, где архиерей служит, митрополит Алтайский-Барнаульский Сергий Иванников. Ну, вышел там на Филарета, бывшего секретаря епархии. Все-таки разузнал, где. Вызвал Сергея, видно, на машине и поехал. А что, да я с архиереем там на службе, да передам ему приглашение. Нынче 200-летие Потеряевки. 200, ровно 200 лет. Как она была зарегистрирована тогда, конечно, приехали. Раньше тут люди были. Потеряевы первая фамилия Потеряева. А вот вначале мы восстанавливать ее, как бы, вернулись туда жить. 27 лет. Евгений Трабко. О борьбе за правду Глеба Якунина. Евтушенко Сергей. Странный он человек, Глеб Якунин. Такое ощущение, что он искал своей правды, а не Христовой. А основываясь только на информации из интернета и своем предвзятом мнении. Вот видите, мои года, мое богатство. Я его знаю, встречались неоднократно. И думаю, никто у него такое интервью не брал, как я. Где-то оно сейчас еще лежит. Представьте, интервью 16 часов. Это вообще такое интервью, бывает ли где. И в КГБ сразу узнали. Ну, ко мне приехал, который мое дело курировал здесь, в Барнаульской КГБ. Приехал, значит, Юрий Николаевич. Он вел у меня дело и поинтересовался. Это правда, чтобы с отцом Утеки вернулся не так давно Глеб Якунин? Ну, я говорю, да. Глеб Якунин. А этот Никулин, подполковник, ушел на пенсию полковником. Я его назвал настоящий интеллигент. Я говорю, да, ну, а послушать как? Вы записали, конечно. Я говорю, конечно, записал. Это уже все известно им. Вы нам не дадите? Конечно, не дам. Я вам дам, а вы испортите. Ну, вот я разговаривал с ними, как еродивые. Ну, они очень серьезно воспринимали. А если при вас, при мне дам? Ну, я сейчас уже не знаю. Видимо, мой магнитофон, Маяк-205, притащил на мою работу. Я как раз рядом с зеркальной фабрикой. Я даже до конца не знаю, чье это было учреждение. Склады там были. Я в охране работал. Ну, а в охране, так что охрана? Проверил все, нет ничего. Я там прилег, где-то заснул. Собаки там. Ну, можно было отдыхать-то. А он сидит, слушает. А я, ну, рядом посижу маленько, зайду к нему. Он, конечно, ничего не портит, ничего. И когда я зайду, он не знает. Дверью я не скрипну. Гляжу уже два часа. Я с ног валюсь уже спать. А вот он сидит, как сыщ. Все, до утра слушал. Машина стоит здесь. Я сейчас не помню, шофер был или нет. Ну, вот. Закончил, встал. Я говорю, и как? Да. Большой мудрец. Только и сказал. Опять все сгрузил и ушел. А уже тут рабочие приходят. И мне уже негде было отдыхать-то. Так мне это запомнилось. Вот мы с отцом Глемом. Я у него дома бывал. Действительно, вот о чем будет говорить здесь. Пишет-то правильно. Тут Яков Кротов о нем пишет. Я близко знаком был. Он у меня да как бы... Ну, хотя не официально так считался духовником. Я у него причащался. Отец Дмитрий Дудко. Перед моей поездкой в Америку в 92-м году. Я приехал. А потом в разговоре я спросил, а как Дмитрий Дудко? Да у него в голове каша, говорит. Он с этими коммунистами сейчас якшается. Полностью разложился детской человек. А мне сказать еще нельзя, потому что он тоже мне близок. Ну, так побыли. Там Александр Менин будет говорить. Ну, я у него бывал и беседовали. Несколько бесед сохранилось. Одно дело говорить человек, а другое дело... Я покажу фотографии мои с Глебом Якуниным. Вот интересно. Когда он... Вот тогда был Рейган, кажется, президент Америки. Он прилетел в Россию. Тут налаживались связи какие-то. И как это, я не знаю, но он пожелал свидеться с ним. Президент Соединенных Штатов Америки. А мы в это время были у Попкова дома. Там книги. Там много книг у того было. Интересно. Хороший такой, видный из себя мужчина. Молодых лет. Приятный. А я узнал у него кличка КГБ. Я кое-что и мог узнать-то. Клоун. Как? Почему он клоун? Тоже я ничего этого не знаю. Ну, вот к отцу Глеба идти. Я гляжу, садятся за стол. Он берет водку. Ну, водка российская-то. Наливает себе полный граненый стакан. Большой стакан-то. Я говорю, так вам ли сейчас навстречу идти? А он выпил его весь. А пусть знают наших русских. Да все знает. И так знает, что пьяница. Пошел на встречу с президентом. Хлобыснул стакан. Вот теперь считаем дальше. Или он просто запутался, сам в себе потеряв евангельскую нить? Вот нет. Он действительно жалел, что стал священником. Я думал, я смогу что-то сделать. Боролся с политической основой. Все повторял. Нам бы только Хазбулатова, там, Руслана свалить. Так интересно. А благовестий ни слова нет. А рождение свыше, тут даже он как будто не разговаривал и не знает. Политик настоящий был. Политик. Зэк. Может, Игнатий Тихонович даст свою рецензию на итоги деятельности Глеба Икунина? Ну, вот это я ему говорил. Да бросьте вы все. А вы как боролись? Никак я не боролся в советской власти. Никак. Я им свидетельствовал о Христе. Ко мне отношение было очень хорошее у них. Я им говорил о Христе, о том, что вы умрете. Ну, и не мешайте, а то отмечать вам придется. Вас Господь покарает за это, кто мешает благовестию. Они, говорят, все добирают себе. Павел, ну, нигде не видим, что он пытался изменить стройный Рона. А это именно то за свободу. Ну, какая свобода? Ну, дали свободу куда? Свобода блуда. Да, воровства, расхищения, подделки всякой пакости. Откуда богатые-то эти Германы, Сервик? Ну, награбили же. Деньги-то не из земли же вырастали-то. Перепродавали и прочее. Ну, это настоящий был крепкий зэк. Борец за свободу. И дальше. Евтушенко Сергей. Кураев об Якунине. Кавычки открыты. Близкие ему люди говорили мне. Что позже он считал принятие священства по нерелигиозным мотивам. Главная ошибка в своей жизни. Близкие люди. О ком говорить, я не знаю. Андрея Кураева. Я сказал, так, ну, он не хотел просто обнаружить. Мне лично говорил, у меня в интервью записано. Так это только не расшифрованное 16 часов. А сколько еще-то наших бесед-то было-то с Глебом-то Якуниным-то. Это надо мух. Ник Скляренко. Мнение Кураева надо ставить под сомнение. Знай его лично. А, знай его лично. Ну, кого знает лично-то он? Не Глеба Якунина-то. Что там, одна? Отношусь критически. Как? И к самому себе. Кураев не представляет себе веру. Как это среди собрания здесь? Ну, не знаю я, откуда и что у него есть. Но скажу, что впереди было написано правильно. Он сам говорил мне. Если бы я знал, что вот такая работа будет, и мне надо будет там, ну, сколько времени, там, много служения, там, прочее, я бы не стал священником. Он где-то какой-то техникум кончил, пушной, где-то в Иркутске или что-то. Он мне всё-всё рассказывал. Я интервью-то брал не одно, а у Александра Меня, там, а уж про Дмитрия Дудкова-то. Тут я записывал его Дудко. Там много-много. И Яков Кротов у себя надо сейчас посмотреть. Он где-то даже поместил это всё. Дальше. Евтушенко Сергей. Кураев приезжал к Инаю Тихоновичу лично. Да. Я думаю, он в курсе устройства общин вокруг Ина Тихоновича. Вот он знать-то знает, но сделать этого никогда не сделать никому. Как бы я положительно не отзывался. Близкие люди у него были, особенно у Дмитрия Дудко. Но общиновозрождённых, вот чтобы заботиться, как у нас, ну, чтобы все работали. Этого даже нету. У нас, если не работает человек, у нас он выпадает. Мы выговариваем раз, другой, не идёт работать, всё. Мы расстаёмся. А то ни один на это не пойдёт. А у меня-то у Александра, да там вся эта верхушка, сливки, как говорят. Московская элита. Бомонд этот. Ну и как они жили. Диванное московское христианство. И этого, и беседа-то остались записанная. Вот у меня есть. Я и то звал на благовестие. Я архиереев, с кем близко знаком. Благовестия нету, ничего нету. Не христианин ты. У тебя нету двигателя, который бы тебя подвигал на это. Нет любви к Богу, не к ближнему. Погибают. Ну и пусть, как у старобрядцев. Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. Кому надо, Бог призовёт. Но только без нас. А Бог нашими руками делает, нашими ногами ходит, нашим языком проповедует. Евтушенко Сергей. Да и то, что Кураев сказал, подтверждается жизнью Якунина. Ну вот, сказал и правильно сказал, и его жизнью подтверждается. Вот здесь Евгений Евтушенко Сергей абсолютно правильный. Я это свидетельствую. Я не от наслышки. Я лично с ним беседовал, и он так и сказал. Ник Скляренко. Николай, значит. Кураев – это ваш местный божок для маловерных. Он так себя и ведёт, гастролирует, где может, изрекает, что может. Голова полна мирской мудрости, пустозвон для Божьего человека и мудрости для мирских. Он делает своё дело, Господь своё. Вот видишь, как вот знает, то был, то другое. Тут я ничего не оправдаю, у меня нужды этого нет. Я говорю то, что влияет. Да, я давно следил, слушал, когда ещё, может быть, лет двадцать назад. Евтушенко Сергей, что-то вы заговариваетесь. Я своего мнения вообще о нём не говорил. Да и так можно про любого проповедника сказать. Слишком пространными формулировками бросаетесь. Вот так. Ник Склеренко. РПЦ-МП – это практически мёртвая структура, и Господь присутствует там не благодаря, а вопреки их действу, ибо наша неверность отменит ли верность Господа. Фарисеям было сказано, что мытари и блудники пойдут вперёд с Царства Небесного, а попам нужно сказать, что фарисеи пойдут впереди них. То, что там творится, называется тайной беззаконие в действии. И если Якунин просто показал и доказал даже с мирских позиций сей простой и очевидный факт, не значит, что какой-то Кураев может прийти и обвинить Якунина в стремлении в карьере, а не в правдоборстве, как это и было на самом деле. Ник Кураев, ну вы, ни я тут ни при чём. Дело в истине, и в том, что делал Якунин. Евтушенко Сергей. А РПЦ-З, ААПЦ, АГПЦ. Можно перечислять все церкви, и все будут ещё в худшем состоянии, чем РПЦ. Да и называть это тайной беззаконие я бы не стал, а скорее назвал бы это тайной сокрытия Слова Божия от людей. Хорошо сказано. Вы правильно написали дело в истине, а должно быть в истине. Якунин искал не карьеры, по моему мнению, а своей правды. Нужно было Христову. В этом его и ошибка. Да, и до конца он этой правды не говорил и близко. Тут даже Невзоров и воткнул носом и был прав. Ему и в ответ нечего было сказать. Если уж и говорить правду, то окажется, что все мы из себя вообще мало что представляем. Вместо пути прямого залезли в Канаву задолго до Советов. Очень задолго. Можно даже сказать, что мы приняли всё это от греков. А откуда они всё это взяли, можно порассуждать. Абсолютно правильно. Я буду только говорить, где рассуждают они. Правильное рассуждение. По моему мнению, Игнать Тихонович гораздо больше правды сказал, чем Якунин. И проблему он верно вычленил и решение её нашёл. Это самое трудное, когда мне говорят, а как вы до этого доходили. Я повторяю, на молитве. На молитве и практика, практическая жизнь подтверждать должна это. И она явно не в борьбе с КПСС, КГБ, спецслужбами и свободой в России. Отсюда итог всей борьбы Глеба Якунина. Он очередной боец с властью, а не с дьяволом. То, что он разоблачил священника в погонах, это его подвиг как человека. Но этой информации ничего не менять... Не меняю. Всё это было задолго до СССР. Абсолютно правильно. Остался только вопрос, можно ли вообще что-то поменять в церкви, которая жила такими устоями более тысячи лет. Мой ответ – можно, если мы сами себя будем что-то представлять. Не для друг друга, для Бога. Вот так. Сайт к истине Максим Степаненко. Христос воскресе! Радости вам в ваших трудах и жизни! Божьей милости и благословений! Радуйтесь всегда, Господи! Филиппийцам 4.4 Это сегодня ночью он мне написал. Вот у вас там этот Степаненко. Ну вот, ну кто получал от Степаненко такое? Ну просто выйдите и скажите. Христос воскрес! Татьяна проверяет. Ну вот и просто, скажите кто, выйдите и скажите. Что доказывает-то? Это он мне написал в моем мире. Вайт звонит. Сокольский, В.А. Благодарю. Не ожидал, что ответите так быстро. Фото добавлено. У него не фото, а какая-то картинка стояла. Я ему сразу выговорил это. Про анкету заполните. Его анкета там он даже не понял. Не понял. Первая ссылка у меня почему-то не открывается. Я живу в Казахстане, город Кастанай. Заказ книг сделаю после ознакомления с электронным вариантом. Я говорю, сначала посмотрите, чтобы то ли вам надо книги. Не то, что я там сразу. Нет. Когда ты все узнаешь. Наталья Чернова. Христос воскресе! Мир вам, Игнат Тихонович! Подскажите, пожалуйста, Псалом 43, стих 9. 19 и 20. Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути твоего. Когда ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертную, что это за земля драконов? Игнатий Лапкин. Речь об избавлении от фараона египетского. Изекииль 29.3. Она спросила, я ничего не толкую, вообще не говорю ничего. Просто привожу места Писания. Нет сегодня у православных, кто бы делал так. А тут ничего особенного нет. Я никакие тут таланты не выставляю, с чем меня Бог наделил. Ну, конкретно. Ну, как доказательства-то? Пожалуйста. Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я, на тебя фараон, царь египетский. Фараон, прямо говорит. Большой крокодил, который, лёжа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал её для себя. Исайя 27.1. В тот день поразит Господь мечом своим тяжёлым, и большим, и крепким Леофана, змея прямо бегущего. И Леофана, змея изгибающегося, и убьёт чудовище морское. Псалом 73.13. Ты расторг с силой твоей моря, ты сокрушил голову змеев в воде. Ну, где? Они прошли по суше, а их сокрушил, потопил. Вот толкование всего, вот что я и отвечаю. Что такое за змея драконов, земля драконов? Ник Слевенко. РПЦ, МП, это практически мёртвая структура. Это вот у нас было, прочитано было. Так. Очевидный факт. Это тоже было? Это да, где-то тут вот так. Ещё дальше. Это тоже было? Если уже говорить, вот. Так. Было, да? Ну, это ночью тут, я не знаю даже. Вот здесь вот. А, это было тоже, да. Да. По скриптам. Слова Игнать... Слова о Игнате Тихоновиче Лапке я написал не для того, чтобы как-то, польстить ему или людям, которые симпатизируют ему. Спаси Христос от такого. Это моё сугубое мнение основано на том, что я получил от общения с ним. Главное, что я получил от Игная Тихоновича, это понимание того, что Слово Божие умышленно сокрыто священством и монашеством от людей, из-за чего всё христианство терпит полный крах. Вот, где волки лютые показывают свои зубы. Отсюда расколы секты и крах народов и всего мира в итоге. Конечно, всё это от меня наблюдало. Кстати, Игнать Тихонович об Глебе Якунин говорит с 55-й минуты. Посмотрели я. Ник Скалеренко. Наш разговор ни о чём пошёл уже. Я вырезал соображение о том, что Якунин был честен в своём деле, а Кураев нет. И то, по моему мнению, Игнать Тихонович тоже ляпит иногда. Ну и что с того? Всяк человек ложь, а истина от Господа. Есть люди Божьи, а есть те, кто заботятся о своём РНМ. Каждый слышит и отбирает своё. Вот, допустим, по моему мнению, ну твоё мнение, что-то ляпит или ляпит, я не знаю где-то. О чём говорить, я даже сам не знаю. Где? Я за каждое слово отвечаю. Я обращаюсь к Леренкой. Не просто так. Ну, бывает там каждый. Нет, ты конкретно сказал, ты за делу же, потому что это меня касается. Иногда. Иногда вот это покажи конкретно с чем. То есть были у нас с ним разногласия где-то, может быть. Он говорил, как сделать, я выхожу, все чужие. Вот Николай Скляренко, он в Австралии. Я говорю, ну и что, Николай? Ну ты выходи на одного человека, ты можешь найти-то с кем-то там, ну пообедать. Как патриарх Кирилл говорит, ну пригласите священника, или он пусть вас приглашит, хотя бы на чашку чаю. Я вот говорил, ну покажите. Вот мы слышали тут, говорили про Ликову Роману, ну покажи, как ты там сметелься, слышишь. Ну он показал свой нос, ноздрюльки, больше ничего и нету. И даже снять некому. А вот тут и покажется, какой твой характер. Вот я ляпнул, где конкретно один раз, а ничего нету, значит ничего это и нету. Ну просто ляпнул и не знает о чем. Тем более Николай Скляренко хороший человек, я скажу так, но должен пояснить. Евтушенко Сергей. Якунин был честен в своем деле. Он поясняет. В своем, да. В итоге чем это закончилось? Как я и сказал, борцун со властью, политик. Именно так. Полетик он был. А Кураев еще жив. Он в церкви, за ним ничего страшного пока замечено не было. А его грехи, это его грехи. Скляренко. Кураев или кто другой, как и я сам, может долго небо коптить. Это не подход. Так можно договориться, что мол и Господь 33 года прожил и где кончил. Так многие и думают, кстати. Но простой крестьянин спотыкает в своем пути гораздо меньше, чем Кураев и подобные. Люди в верхах подвержены искушениям несоизмеримо большим. И поверьте, они пропускают очень много ударов. Мельчайшее маловерие улавливает и ведет к многим ошибкам, грехам и компромиссам, включая совесть. Истинных же пророков система сметает. Устоявшие в системе, как Кураев, имеет слишком много компромиссов с сатаной. Надеюсь, теперь понятна мысль. Вот об этом говорит. Дело в том, что когда Кураев обо мне высказался, считает самым великим, таким миссионером. Но я тогда этого-то от него ничего не слышал. Но у него-то все книги были, он приезжал сюда, все книги мои у него. И я не раз встречал мои выражения в его словах и прочее. Не знаю как. Но он говорит, меня Игнатий по всем кочкам протащил. Но я зарядил свои книги, у меня в один файл они сделаны. И оказалось, что 120 раз я поминал про Кураева. Слово Кураев у меня встречается в книгах 120 раз. И положительное, кажется, ни разу. Вот мое отношение. И я не подкапываюсь, ничего. Просто говорил. Кураев говорит так-то, что это только местное, горы не были покрыты водой. Я говорю, тогда это вычислять должны Библию Кураева, но не Божью. Вот так, в таком смысле. Екатерина Шенка, Сергей. Какую систему вы имеете в виду? Склиенко. Любую. Потому что системы строит человек. И состоят они из людей. А большинство людей в каждый определенный момент находится в разладе с Господом. Поэтому и творят свое. Изгоняют все, что противо тьме. Так было всегда от времен пророков. Матфея 23 глава, 29 по 30 стих. И до наших времен. Почитайте святоотеческие предания житья. Многие святых были гонимы своими. До недавнего времени, несмотря на греховное естество человеческой природы, декларировались и устанавливались библейские христианские ориентиры для общества. Но сейчас с падением христианских империй начали удаляться даже маркеры ориентиры истины и сознания общества. Или другими словами, черное начали красить в белое, а белое в черное. Если раньше праведнее, хотя бы после смерти, удоставился восстановление чести, то сейчас даже не будет праведных, потому что не будут даже знать, что такое АМОС 8.12. Если говорить более конкретно о системах, то РПЦ и МП, в частности, та же система, не частное дырявое решето, в которой мы, как церковь званой, несем живую воду спасения. В одном месте латается, в другом прохудится, и потом наоборот. Каждая ячейка – это мы с вами. Оскоромились, заткнулась ячейка, осветились, пошли реки живые. Так Господь и дождит, и на добрых, и на злых, и поэтому не искореняет пшеницу под плевелами. И каждый, кто претерпит до конца, спасется. В церкви, как и в любой другой системе, в каждый определенный момент преобладает человеческое. Поэтому и гонения на святых неизбежны. Дух свят не идет наперекор воле человека, вплоть до греха. Посему многие избирают путь плоти, широкий, и идут по нему в большинстве своем. Это не значит, что человек не изменится, даже за минуту до смерти. Тогда плата, отработавшему час или день, одна – спасение. Но также есть церковь, невидимая, которую знает только Христос. Это и есть те самые ячейки решета, которые дождятся отцем. Посему и узнаем их. Плоды таковых в словах блаженства. Но в законных церквях, званных, есть полнота средств спасения, ибо Он обещал там быть, в том числе и РПЦ-МП. И по вере каждого дано будет. Евтушенко Сергей. То есть Кураев, по-вашему, стал частью плохой системы, при этом обличая всех, от епископов до патриарха, а Икунин, променявший сан на депутатское кресло, был гоним праведником. Правильно, если в РПЦ не дали своевольничать, то создай свою церковь, хорошую. Я не сторонник Кураева, и не его почитатель. Скорее, я к его деятельности в медийном пространстве негативно отношусь. Кавычки открыты. Глеб Икунин яростно убеждал владыку Виталия активно открывать приходы зарубежной церкви в СССР. Московская патриархия давно уже не церковь, ибо все ее руководство агенты КГБ. Кавычки закрыты. А где он был рукоположен? Я уже молчу про ценности христианских империй, работорговля, крепостное право. Да подожди, ты видишь, что это вопросы стоят? Да. Ну так ты можешь прочитать, работорговля, крепостное право? А, ну да. Христианские походы на неверных? Что еще мы опустим из ориентиров любимых нами империй? Внедрение учения о благословении воинов и их оружия? Или о изъятии к Библии у простых людей ври? А то вдруг Бога узнают, сволочи. Да тут список может составить не один десяток таких ориентиров. А реально почему ориентиры начали удаляться? Так это от того, что Слово Божие вообще задвинули за комод и показывают его только при выносе из алтаря, чтобы перед носом помахать. Сразу вспоминаются слова Владимира Морцинковского. Кавычки открыты. Каждый из них по очереди придерживал у разбитого окна большой грубый мешок для защиты от холодного ветра. Один из солдат похвалялся грабежами и убийствами, в которых он участвовал в дни революции. Я не выдержал, встал из своего уголка и спросил рассказчика, «Разве Христос в Евангелии учил так делать?» А не что мы его читали? А это значит, отмечают, а не что мы его читали? Мы только крышку Евангелия целовали. А что в нем написано, того не знаем. Поистине, гибель народу без слова Божия. Евгений Трабко. К слову о Глебе Якунине. Его деятельности по отношению к МП. Из книги про теорей Георгий Эдельштейн. Записки сельского священника. От автора. В ноябре 1979 года архиепископ Курский и Болгородский, Хризостом, рукоположил меня в аерея и послал на отдаленный сельский приход со словами. 14 лет там не было службы. Храма нет и прихода нет. И жить негде. Восстановите здание церкви. Восстановите общину. Служите. Не сможете, значит вы недостойны быть священником. Просто так махать кадилом всякий может. Но для священника этого мало. Священник сегодня должен быть всем, чего потребует от него церковь. А лгать для пользы церкви можно? Можно и нужно. Это архиерея ему говорит. 25 лет размышляю я над этими словами. Все, что написано в этой книге, результат этих размышлений. Говорят, что за последние 15 лет в московской патриархии произошли огромные изменения. Я, сельский священник, вижу только внешние изменения. Нам дозволено восстанавливать храмы, публиковать книги, заниматься благотворительностью, посещать заключенных и болящих. Но исцеление и возрождение каждой поместной церкви, так же, как и каждого человека, может и должно начаться только с покаяния, о чем свидетельствует проповедь Иоанна Крестителя. Ну, вот тут и говорит, это и Дольштейн говорит. Спасителя и святых апостолов, до сего дня мы не покаялись ни в чем. И чем дальше, тем нелепее звучит даже призыв к покаянию. Со всех сторон я слышу, нам не в чем каяться. Отказ от покаяния – характерная черта не только московской патриархии. Оказывается, не в чем каяться и русская православная церковь за границей. Не в чем каяться катакомбникам. Мы все видим соломинку в глазе брата, но не видим бревна в своем глазу. Георгий Эдонштейн пишет. Я убежден, что преступно замалчивать недуги своей церкви. Каждый христиан знает, что молчанием предается Богу. Мы призваны не только веровать, но и исповедовать, то есть вслух свидетельствовать перед всем миром. Примером для каждого говорящего и пишущего о церкви должны служить евангелисты. Они не побоялись сказать всю правду, которая, казалось бы, неизбежно вредила проповеди христианства. Они рассказали, что апостол Иуда продал учителя за 30 серебряников, что апостол Петр предал Христа и трижды отрекся от него, что первоверховный апостол Павел много лет был гонителем христиан, что Христа окружали мытарей и грешники. Вся античная критика христианства была построена на анализе текстов Нового Завета. Но евангелисты не побоялись этого. Они знали, что отец всякой лжи – дьявол, что всякий, кто лжет, становится его сыном и творит его волю. И поэтому христианство восторжествовало в мире. Мне хочется обратиться ко всем своим собратьям-священнослужителям, ко всем православным христианам в России и за рубежом с несколькими важнейшими для меня вопросами. Как оценить 70-летнее сотрудничество иерархов нашей Церкви с государством воинствующих безбожников-коммунистов? Можно ли спасать Церковь ложью? С какого времени и почему наша Церковь стала официально именоваться Русской Православной Церковью? В своде законов Российской Империи и во всех документах Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов мы встречаем термин «Православная Российская Церковь». Украинец, белорус, татарин, якут выходит из святой купели такими же украинцами, белорусами, татарами, якутами, не становясь русскими. Каждый из нас имеет равное право сказать «это моя Церковь». Допустимо ли причислять к лику святых, новомучеников и исповедников российских до покаяния и беспокоения перед ними? Почему мы намеренно предали забвение все решения Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов? Почему мы избираем патриарха вопреки постановлению Собора? Почему Священный Синод формируется вопреки постановлению Собора? Почему епископы сегодня назначаются Синодом, а не избираются? Почему церковный народ полностью отстранен от избрания священника на свой приход? Почему мы именуем свою Церковь Соборной, если она строится по принципу демократического централизма? Очевидцы, я никогда не дерзал говорить от лица Церкви. Все, что я писал и говорил, только мое личное мнение. Еще до публикации копию каждой статьи я направлял правящему архиерею и Священный Синод. Моей целью всегда был и остается диалог. Эта книга – своеобразный дневник сельского священника на приходе. Здесь собраны не только многолетние впечатления и размышления о приходской жизни, но и статьи, докладные, записки, прошения, обращения к правящим архиереям. Понятно, что когда я писал эти тесты, трудно было. Евтушенко Сергей – вопрос он странный, конечно, задавал. Евгений Трапко – в чем странность вопросов? Евтушенко Сергей – в том, что это административные вопросы. Его, похоже, не волновало, что в революцию безбожники смели всю Россию, и что нужно сделать, чтобы этого не повторить. Евтушенко Сергей – я могу таких вопросов к церкви на каждую эпоху любого правителя по десятку написать. В том числе и в Ветхий Завет вспомнить. Евгений Трапко – ссылку дает. Евтушенко Сергей – ой-ой-ой, еще и Кротов. Тут я пас однозначно. Евгений Трапко – подожди, я говорил Кротов. Как-то его сейчас надо вытащить, где он говорит. Ну-ка, сними это все, подержи, я отвлекусь. Потому что там касается меня. Вот сейчас время тут такое. Сейчас я время маленькое возьму. Кротов. Сейчас я не вижу где-то. Напиши, Кротов, Лапкин. Кротов. Дальше Лапкин. Держи. Вот, видишь, выскочило что. Игнатий Лапкин, библиотека, Яков Кротов. Вот, ну, теперь можно уже считать. Там больше будет, но хотя бы один отрывок. Это он обо мне пишет. Давай. Отправляю. Яков Кротов. Видите, это его библиотека, Якова Кротова. И заголовок Игнатий Лапкин. Его беседа с Александром Менем, 1982 год. Лапкин Игнатий Тихонович родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог. Загробная участь, рай и ад с младенчества. Но по Евангелию уверовал во Христа только 27 сентября 1962 года. В день воздвижения Христа Господня. Полюбил Христа и Библию. Занимаясь исследованием Слова Божия почти 40 лет. Родившись в старообрядческой, беспоповской, киржатской семье, получил Библию у 50-ников баптистов в городе Венспиллс, Латвия. Великий Бог во Святой Троице сохранил меня в православии, которое я обрел не только от наставления матери моей Марии, от дедушки отца матери Егора, но и от дяди Степана, брата моего, отца Тихона, который, как и дед по отцу Дмитрий, принадлежал старообрядцам Белокреницкого согласия. Там, надо мной и братом моим Якимом, он моложе меня на 5 лет, и довершил меропомазанием отец Роман Павлов. Тайно на дому. В 1962 году, так как крестивший нас троекратным погружением, наставник-старовер, киржак-дедушка Терентий, не был рукоположенным священником в селе Урывка, обратившись в Уверов во Христа по Евангелию, вошел в храм Московской Патриархии в городе Венспилсе. И что же увидел? Курящего, пьяного священника. Спросил Евангелие на русском языке. Мне ответили, что батюшка его пропил. Библию я уже прочитал за 3,5 месяца. И многое запомнил. Законспектировал, проповедовал с кафедры у баптистов и на корабле «Черноморец», где работал матросом первого класса и учился на штурмана. В отпуск летел скорее за тем, чтобы засвидетельствовать о радости, что Христос умер за мои грехи, что принял меня. Заехал в Московскую Духовную Семинарию и Академию. Долго беседовал со священниками, семинаристами. Первое потрясение не прошло за 40 лет. Это же находил везде, где бы ни был. В Москве, во всех республиках и зарубежья. Ни люди, ни прихожане, ни священники в большинстве не любят и не знают Библию, Христа. И не хотят знать. Проповедь, призыв к ним вернуться к апостольскому служению вызывал везде только страшную злобу, угрозы. Меня хватали, предавали, сажали. Страшное обмерщение, безобразное, беспорядочное шатание массы, базар, тьма духовная. И с каждым годом все гуще, темнее. Полностью опоганенное, обмерщенное, неевангельское, антиканоничное православие. Что делать? Где выход? Мы пытались помогать священникам, образовывали библейские курсы в Барнауле. Но покаявшихся, обратившихся от тьмы к свету, мы не могли сохранить, ибо возвращали их в ту же беду в МП. Попыль чекисты предавали нас, писали списки в КГБ, в милицию. Куда идти? Долго искали хороших батюшек, истинного епископа. Как избавиться от симонии, платы за таинство требований? Как убрать торговлю из храма? Где можно было бы правильно крестить? Как церковь может стать ни проходным двором, ни базаром? Как добиться тишины, порядка, чтобы все каноны собора соблюдать? Везде яма и тупик, полная безысходность. В секте «Смерть» там нет истинно рукоположенных преемства от апостолов и епископов, священников, хотя и проповедуется Слово Божие, но с великими заблуждениями и ересями. Во всех сектах так, начиная с баптистов, адвентистов, пятидесятников, а в официальной государственной церкви «Хаос и Бедлам», «Самотек». Ситуация никогда и не была под контролем. Деяние 5.13. Но там никто в этом и не нуждается. Создана совершенно новая религия под именем и внешностью православия. Главное там – уставное богослужение и требы. И везде деньги, тотальная ложь, трусость и корысть. И для этого нужны красивые здания храмов, купола, мощи, мироточивые иконы, чудеса, канонизации, ризы, кадила, наемные хоры безбожников. И всюду деньги, деньги, деньги. Писал об этой беде и патриарху Пимену, и митрополиту Новосибирско-Алтайскому Гедеону. В ответ – гробовое молчание. Затем тюрьма, лагерь. Я все годы молился и подавал милостыню, чтобы рухнул богоборческий режим. Кровавая комарь рилья КПСС. Чтобы вернулся в Россию с Солженицын. Чтобы в церкви звучало слово Божие на родном понятном языке. И в церкви были только свои, не чужие. Был во всем стройный порядок, тишина, братство, любовь. Помню лето 1980 года, когда в православие пришел Гендрих Фаст из Менонитов. Ныне он благочины Енисейского округа. Мы рассуждали, планировали, что и как устроить, чтобы Дух Божий царствовал в церкви. И ни к чему не могли прийти. Ибо все упирается в правительственную неообновленческую МП. У старообрядцев со священством застой. Нежизненность. Нелюбовь к Библии. Католицизм. Папство. Враждебно России. Полной ереси лжи. Началась перестройка. Гениальный замысел масонства через Михаила Сергея Горбачева. Гласность. Свобода. Открытие. Железного занавеса. Стали известными приходы Русской Православной Церкви. Сохранившиеся за границей от первой белоговородейской эмиграции. Появилась реальная возможность остаться православными. Иметь законного епископа и священника не связано с КГБ и КПСС. О Русской и Зарубежной Церкви мы не только не слышали до того, но даже и не знали о ее существовании. Открытие. Приходов РПЦЗ в России. Промысел Божий. На 70-летний вопль страдальцев в вузах и катакомбах тех, кто страдался душою, ходя в храмы МП, видя предательство и обмерщенность, пронизывавшие все, что соприкасается с церковной иерархией. Для таких открытий приходов РПЦЗ – великая милость, дар Божий с неба, ответ на слезы и молитвы. Нас не нужно было уговаривать рассказывать о РПЦЗ что-то хорошее. Мы бросились к ним так же, как узник, увидев отворенную тюрьму, бежит к свету, к свободе. Не идеализируя нравственность РПЦЗ за 10 лет существования, мы убедились в ее относительном здравии и свободном функционировании нашей общины. И священники от нас не переместили на другой приход, прислав другого без учета мнения общины. Прошедшее десятилетие стало золотым для нашей маленькой общины, образованной с нуля. В 1989 году гонения от архиепископа Феодосия Омского побудили пятерых священнослужителей подать прошения в Синод РПЦЗ, принять их под свой амафор. Среди них был отец Евтихий, ныне епископ Ишимский и Сибирский, и отец Яким, наш батюшка. Первые богослужения свободной церкви были в поселке Потеряевка в детском лагере Стане, в большой армейской палатке с пристроенным алтарем. В Барнауле стали проводить первые богослужения на улице Никитина, 147-1, на втором этаже старого деревянного дома, наклонившегося на улицу. Архиерейский Синод РПЦЗ издает указ номер 7-й, 90-12, от 14 января 1991 года. Согласно вашего прошения, кавычки открыты, с благословением митрополита Виталия, крестовоздвиженская община города Барнаула принимается в лоно Свободной Российской Православной Церкви, кавычки закрыты. На Пасху 7 апреля 1991 года митрополит Виталий прислал благословенную грамоту Лапкину Игнату Тихоновичу, кавычки открыты. Лапкину Игнату Тихоновичу преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповедь Слова Божия, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви, кавычки закрыты. Мне сказали, что за сколько лет там было, это Миренинова, так вот, это приглашение не было, это первое, говорит, и за счет миссионерского фонда. Еще 10-12-1990 года в номере 27-367 газета «За науку» Алтайского государственного университета публикует материал, кавычки открыты. Мы отошли лишь от Московской патриархии, закрыты кавычки, да, заявление на регистрацию общины и на получение Никольского храма «Жизнь Алтая» за 14-12-1990 года, номер 7. Повторила. Повторила это заявление без сокращений, рядом с посланием архиерейского синода РПЦЗ от 3-го 16-го мая 1990 года и о расстреле царя Николая II. Молодежь Алтая кратко оповестила о заявлении об открытии прихода РПЦЗ. Как назвать общину? Поднятие креста над лагерем Станом видится как прообраз проповеди о кресте 1 Коринфянам 1-18 в России. Крестово-Движенское. Нам предлагают начать ходатайство за бывшую часовню в парке Меланжевого комбината, где ныне находится планетарий. Декабрь 1990 года. Попытка узнать историю часовни и ее название. В архивах не обнаружены... Даже вот там все у нас берет, прочитай, я сейчас вперед протяну дальше. Так. Ну и заголовок прочитай тут. Известный на Алтае православный проповедник Игнатий Лапкин выиграл суд по иску к редакции газеты «Московский комсомолец на Алтае». Вот это вот... Еще тут... Еще собрал. Из очерка о нем... Дмитрия Быкова. Ну так дальше. Что-то было сказано. Видишь, он все собрал. Житие строится по четкому православному канону. И вот смотри, тут, не знаю, видно и не видно будет, но тут еще уже не сделать. Вот смотри, какой большой материал Кротов поместил. Ни слова ниоткуда не берет, а просто копирует с нашего. Ну молодец. Такое это было тогда. Вот про деца Дмитрия Дудкова пишет как. Дудко, прочитай. Ответ. Когда мне дали почитать его книжечку о нашем уповании, а это было на пути из Риги в Москву, я сразу же решил найти его и нашел в Гребнево. Не знаю почему, но меня никто ему не представлял. Я просто свалился на него, но он сразу же меня принял. Мне не раз говорили, что когда они молились о разрешении каких-то трудных вопросов, когда они были в смятении, видя вокруг только суету и не находя полной отдачи Христу, то внезапно происходили мои встречи с ними, как раз в тот день. Это мне говорил отец Александр Пиловаров, отец Дмитрий Дудко, отец Владимир Цветков и другие, даже в Америке. Мы сразу же закрылись с отцом Дмитрием под замок, а потом в сумерках вышли в зимний парк и вдвоем долго-долго гуляли, обсуждая все. Лично мне он ничего дать не мог, кроме того, что у меня уже было. Отец Дмитрий сразу же поставил вопрос по изданию его проповедей. Моя магнитофонизация в это время уже начинала раскручиваться. 1978 год, октябрь. Он вводит меня сразу же в самое ближайшее свое окружение. Популярность его в это время была огромная. Проповеди его были смелые и обличительные, обличающие власть. У него выходили печатные лески, которые были обклеены его двери. Этим занимался Володя Седов, ныне священник. Не знаю почему, но я дал совершенно необдуманный совет. Кроме лесков, которые нужно размножать тысячами, а не в одном-двух инземплярах, сразу же начать выпуск книг объемом не менее 500 страниц, где нужно отдавать ответы на все непонятные вопросы. Он сразу же запрестовал. Нет, нет, это невозможно. Понимаете, 500, а у меня 750. И все, что говорили, у меня перед этими тысячами, одновременно сразу вкладыш о крещении 25 тысяч. 150 тысяч экземпляров. Потому что с отцом Дмитрием мы поговорили, я понял, он не принимает это, это невозможно. То есть он реалист был, он видел, там невозможно. Но мне потом все это пришлось делать самостоятельно. Именно так. И книг вышло ни одна, ни две, я говорил 500, по 752. 38 книг вышло, да еще 7 в интернетной версии. Там по 800 уже страниц. У меня была какая-то эйфория, что я нашел родственную душу. Меня поразила его открытость, жизнь с открытыми дверями. И я выразил несогласие с этим, что многие чужие разрезанные юбки приходят только пообедать. В храме у него был страшный гвалт, бурная торговля. Он боялся старосту-женщину, что она снова может его уволить. И об этом мне так и сказал. Близкое окружение отца Дмитрия состояло из евреев. Близкие к нему русские патриоты наседали на него, а особенно Константин, ставши священником и разбившися потом на мотоцикле. Интервью со всеми этими людьми и беседы с отцом Дмитрием у меня записаны на магнитофонной ленты. Часть их похитило КГБ, но кое-что осталось и извлечено из-под земли. Там же, среди вековых лип, я попросил его стать моим духовным отцом. Он старше меня на 17 лет. Но уже на утро я заметил, да и он тоже, насколько мы разные. Но виду в этом не подали. А разница была очень и очень большая. Отец Дмитрий Дудко был давно и серьезно болен не просто манией величия, не мне об этом судить, но болезнь была обыкновенно женская. Авторитет священника, духовника Оракула. Воздух был буквально пропитан словами. Батюшка сказал, отец Дмитрий сказал, в беседе с его окружением я понял, что они жмутся только к нему, к авторитету, получить автограф. И хотя Библия лежит на столе, но она не является руководством. Мы же не баптисты. Отец Дмитрий проглядел меня, когда дал мне за обедом сказать слово первый, единственный раз. Понятно. Были близкие отношения, больше никогда мне не давал. Я стал говорить, как сейчас помню, о любви к Богу всем сердцем и всей душой. Люди окружения отца Дмитрия образованные, умеющие отличать подделку от настоящего. Здесь же за столом присутствовала жена Нина и дети Миша и Наташа. Какие они все открытые, добрые, чистые и приветливые. Сплошным потоком в захлёст идут улыбки, радостные восклицания, приветствия и лапзания. О большем братстве и любви нельзя было мечтать. И в эпицентре всего отец Дмитрий, доступный и приятно улыбающийся, буквально притягивающий к себе всех. Он каждого лелеет и гладит, целует и наставляет. Не люблю говорить слово Божие среди жующих, но здесь было всё так нежно и культурно и никакого чванства. Говорил я не более десяти минут. Всё замерло. Я знаю, что такое внимательные, благодарные слушатели, что значит владеть аудиторией. Это была жаждущая в полном смысле иссохшая земля. Я не обманываюсь, говоря это, а основываясь на том, что говорили слушатели. Я замолчал и повисла как бы предгрызовая тишина. Я сказал ещё, говорил о ревности, о исполнении Духа Святым в эти последние минуты. Конечно, я никак не посягал на авторитет отца Дмитрия и не имел этого даже в мыслях. Отец Дмитрий настоящий оратор и, видимо, очень любующийся с собой. Об этом я много думал, слушая его записи. Такие люди особенно чётко с придыханием выговаривают сильно оттягивающие вниз нижнюю губу и оголяя зубы. Я мог бы даже показать жест, сопровождающий это. И он сказал в наступившей тишине, «Что ты наделал, Игнатий? Каких трудов стоило мне собрать этих людей? Ты их сумел буквально расколоть пополам и показал жестом вдоль стола, как идёт ледокол. Я обвёл глазами сидящих и увидел глаза, вспыхнувшие радостью, зная, что после этого произошло с отцом Дмитрием о его небывалом поражении и крушении, о его метаморфозе, о превращении его в апологета лжи и коммунистического режима. И вглядываясь в ту первую встречу скажу, что живи я тогда в Москве и иметь такое намерение борьбы с ним уже более половины его почитателей и сотропейзников мог бы увести сразу. Мне тут же под столом неприметно от него стали подавать записки, прося встречи. Но у меня уже был куплен билет и я уезжал вечером. Как и всегда в этой единственной проповеди в присутствии отца Дмитрия и при том за обеденным столом я говорил об абсолютном авторитете Библии и о том, что по слову Божию проверяли всех своих учителей и наставников. И как всегда я приводил на память много мест из священного Писания. Мне Бог открыл и дал испытать воскрешающее влияние его слов. Я видел как эти слова находили отклик в слушателях и они как бы распрямлялись благодарно смотрели на меня как на чудо. Я замолчал а магнитофон продолжал крутить пленку. стояла тишина и только несколько голосов сказали отец Дмитрий пусть Игнатий еще скажет. И когда просьбы заглушили все остальные слова отец Дмитрий сказал скажи И едва я начал говорить он тут же прервал меня как вальсамон или зонара наклонивший голову вперед он сказал Я поясню что Игнатий хотел сказать и долго разъяснял мою нерожденную мысль и так он он меня прервал на каждом слове после мы дома в Барнауле многократно прослушивали эту запись на катушечном магнитофоне у всех было тяжелое предчувствие беды и неприятнейший осадок в душе я не пытаюсь никого и ничего судить просто проигрывая еще раз происшедшее на глазах у многих десятков людей и снова голоса отец Дмитрий пусть Игнатий доскажет что он хотел сказать и это дергание на три узды взнузданного коня продолжалось три часа Язлатуз говорит слова слава имеет такое качество чем больше за ней гонятся тем больше она убегает и наоборот если человек пытается скрыться от нее дело добро то она нагоняет его отец Дмитрий принял меня на исповедь еще раз и наложил на меня пяти мил до этого его духовные чада спрашивали меня во сколько я встаю утром и я ответил что без двадцати пять никак не позже но можно раньше про меня уже пустили молву среди его окружения как и всюду что я знаю Библию наизусть и стали спрашивать сколько времени я провожу изучая Библию и сколько раз я ее прочитал я сказал что с 27 сентября 1962 года и по сей день по несколько часов ежедневно иногда по 10 часов эпидемия его заключала следующим первое кажется до 1 мая следующего года это около полугода не вставать раньше часов второе это же время не говорить то что я произношу с указанием мест писания то есть не Библию запретил цитировать но чтобы я не нажимал на то что это именно из Библии не называл главу стих Библии с огромным напряжением и со скорбью я выполнил наложенную эпидемию это все его духовничество это все его духовничество больше ничего не было если можно его так назвать видимо все же он и сам замечал что с пасту у него не все в порядке сонное болото и он при мне сказал так вот напишу письмо вызову Игнатия и натравлю его на вас после его выступления по телевидению от него отошли почти все и не просто отошли а началась вражда я встречался с очень многим бывшими его приверженцами и записал их на магнитофон побывал во многих городах страны встречался со священниками и архиереями знавшими его и как принято в священнической среде завидовавшими ему ужасно как написано в братьях Карамазовых у Достоевского в главе провонял любят у нас падение праведного его книги жгли в злорадстве похваляясь друг перед другом объехав Среднюю Азию Украину и Белоруссию я пришел к отцу Дмитрию и высказал ему все что говорили в отношении его враги и бывшие друзья мне казалось тогда что я понимаю его больше других ибо сам только что вернулся из заключения и тем более из-под криминальной психиатрической экспертизы ему было очень тяжело как он выразился тяжелее чем находясь в тюрьме я дал трактовку его поведения как мне оно виделось как буря у острова Мальты когда для спасения корабля своими руками побросали в море пшеницу Диане 2738 насытившись же пищей стали облегчать корабль выкидывая пшеницу в море душа его кровоточила но после всего что я высказал ему и все это под запись после этого размноженное он как бы обновившись обратился к своей матушке Нине вот видишь как понял этот человек он один он один почему же другие этого не поняли вот что значит по детски не испорченный разум и совесть обнял меня и поцеловал сегодняшний отец Дмитрий это совершенно другой человек с прежним не стоявший и рядом его произведения печатали РПЦЗ и поддерживали как могли когда я уезжал в Америку мы увиделись в последний раз наших дорогих изгнанников он называл раскольниками говорил против отца Глеба Якунина что-то совсем уж несуразное когда я переспросил об этом отца Глеба то он сказал у него в голове каша все перепуталось он очень болен и поныне отец Дмитрий в каждой молитве моей как дорогой и близкий мне человек но тот прежний а не этот прокоммунистический духовник газеты завтра обращающий людей восстанием воскресением святой Руси через коммунистов 20 лет спустя в заброшенную потерявку вернулся человек чтобы жить и работать полтора года назад беседа с известным христианским проповедником Игнатий Тихонович Лапкиным честно говоря сомневался что его планы возрождения родной потерявки найдут воплощение в жизни и в более то и в более то стабильные времена многие благие начинания становились жертвами безжалостной бюрократической машины а в наше то смутное шансы Игнатия Тихоновича на успех казались и вовсе призрачными но в чем я не сомневался уже тогда так это в силе его убежденности в своей правоте в правильности выбранного им пути и вот я снова снова потерявка потерявка картина белого безмолвия сверкающего под солнцем снега впервые за много лет была нарушена самыми что ни на есть прозаичными домом скотом скотным двором баней а вот и тот кто многое сделал чтобы из печной трубы весело устремился к зимнему небу дымов чтобы тишину нарушали мычание коровы лай собаки и пение петуха во многом это стало возможным благодаря брату Игнатия Лапкина Якиму Тихоновичу из рассказа Игнатия Тихоновича Лапкина ну дальше вот как родное житель смотри сколько дальше из рассказа Якима Лапкина я провожу это все Яков Кротов взял перебрал а у него очень большая библиотека так я на этом останавливаюсь сколько там у нас ушло да уже час шесть минут ну вот а до этого там еще много написано оставим на завтра согласен согласен ну все и упарился я гляжу ну как глянь сюда пасченко не буду я смотреть а не хочу я смотреть давай у нас благодарный слушатель Надежда Васильевна улыбающаяся вторник сегодня Христос воскрес Христос